Меня зовут Валера Айапетян. А что тут? Я из Степанакерта. Родился там, в Степанакерте, 1997 года. В 2014 году я начал службу и закончил 2016 года. После службы, все это время, увидев то, что творится в стране, понимая, как они обманивают нас. И мы решили с семьей переехать в Москву и жить там. Там я работал грузчиком на складе. Приехал я в Степанакерте 1 сентября для того, чтобы продлить визу. И в это время, в этот промежуток начались боевые действия в Карабахе. И понимая, что Карабах — это не армянская земля, это азербайджанская земля, и я не хотел пойти воевать. Ко мне 28 числа сентября, ко мне домой пришла повязка, что я должен пойти в военкомат. Но я отказался, никуда не пошел. И через день, 29 сентября, ко мне пришли трое человек, двое с автоматами и один офицер. А этот офицер сказал, что они призывают меня к службе, мобилизируют, и если я откажусь, они тут же меня отвезут в тюрьму. Мы пошли из моего дома в Полит. Там нас было примерно 40 человек. Они сразу раздавали все и мобилизировали автомобиль, машины военные. И нам сначала сказали, я спросил их, куда мы идем, я не пойду на передовую линию, я не буду воевать. Они сказали, что ты не будешь воевать, ты пойдешь, посидишь на третьей линии 3-4 дня, тебя потом подменят, и ты приедешь снова в Степаногерд. Я сказал, хорошо. И тогда два автомобиля, все заполнили людьми, и мы поехали прямо в передовую линию перед Кадрюдом. Наш офицер пришел и сообщил, что мы должны отступать. Отступать, так отступать. Там примерно было 400 человек. Они взяли по 100 и по разным путям распределили и отправили нас. Мы шли к сторону Физули, там попали под обстрел. Так, там попали под обстрел. Я сразу же убежал налево, понимая, что я не пришел туда, чтобы воевать. Вот именно поэтому мне остается только одно, убежать от пуль, от войны. Я убежал налево, ко мне присоединились 8 человек, со мной 9. Ко мне присоединились 8 человек, и мы стали ходить по горам, не понимая, куда идем, и не понимая, что будем делать дальше. На следующий день, когда уже было светло, я проснулся, услышав голоса азербайджанских войск. И в это время они говорили что-то. Мы сказали, что мы не хотим воевать, потому что это не наша земля, мы не пришли сюда, чтобы за это воевать. Нас принудительно привезли сюда. Мы сейчас тоже ничего не хотим делать, мы хотим просто сдаться и жить. Мы не воюем, мы просто хотим жить. Вот. Мы стали по одному выходить к ним, они нас взяли, потом повезли, и сейчас все, думаю, все к лучшему идет. Обращаюсь к армянскому народу. Братья, все остальные, не надо воевать за то, что не принадлежит нам. Не надо отправлять сыновей, мужей туда, на войну, особенно за то, что они могут умереть попросту. Можно жить в Карабахе, не обязательно это, пойти в Армению. Если есть человек, который хочет жить в Карабахе, он может жить в Карабахе, в азербайджанском составе. Так же хорошо, как было давно. Как было в те времена, когда азербайджанцы и армяне жили по соседству. Ибо тогда тоже было очень хорошо, очень нормально. Я сейчас нахожусь в плену, со мной обращаются очень хорошо. И увидев это обращение, я хочу обращаться к вам, что надо задуматься, надо понять, что не надо попросту отнимать жизни стольких людей. Не надо.